25 ноября 1942 года между правительством Советского Союза и комитетом сражающейся Франция, которую возглавлял генерал Шарль де Голь, было подписано соглашение о создании на территории Советского Союза авиационной эскадрильи, которая состояла бы из французских летчиков, добровольцев, желающих сражаться против немецко-фашистских войск в составе ВВС Красной армии. Летчики начали прибывать в Советский Союз из различного рода уголков земного шара, поскольку Французская республика в своем составе имела различного рода доминионы в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. И со всех этих уголков летчики, не согласные с режимом, в том числе Виши, который, собственно говоря, был маринеточным правительством Северной Франции, они прибывали в Советский Союз для того, чтобы сражаться бок о бок с советскими летчиками против общего врага. Летчики прибывали в Советский Союз уже с самого начала декабря 1942 года, тогда как раз-таки прибыли первые 30 летчиков, которые станут костяком авиаэскадрильи сначала, которая тогда именовалась Нормандия. Летчики прибывали в город Иваново, там на аэродроме они проходили переобучение на пилотирование советскими самолетами ОКБ Яковлева. Там же обучались и механики, мотористы, оружейники для того, чтобы они могли обслуживать советские самолеты, на которые летают их французские боевые товарищи. Читая сводки новостей, французское общество, французские солдаты, находящиеся в разных уголках мира, читали о подвигах солдат и офицеров Красной Армии, потому что ходили слухи, что Красная Армия не сможет выдержать натиска немецкой армии, но видя, что ни через месяц, ни через два, ни через три германская армия не достигла своих целей, они посчитали, что они должны помочь Советскому Союзу в борьбе против гитлеровской Германии. И они очень, скажем так, рьяно отреагировали на весть о создании воинского подразделения на территории Советского Союза, и, скажем так, желающих было огромное количество тех, кто хочет отправиться в Советский Союз. И когда они, собственно говоря, уже прошли переподготовку, вступили в действующую Красную Армию военно-воздушные ее силы, они в воздухе показывали свое мужество, отвагу, героизм и, собственно говоря, получали боевые награды и избивали вражеские самолеты. Артефакты и предметы, которые находятся передо мной, принадлежат французскому летчику полковнику Марису Гидо, который прибыл на Советский Германский фронт осенью 1944 года. Здесь представлены наградные грамоты к наградам Франции, которые он заслужил. Сами награды, а именно Орден Почетного Легиона в его офицерской степени, Орден Славы Республики Тунис и Орден Миллиона Слонов на зонтике, а также Крест Военных Заслуг и Советские награды, Орден Отечественной Войны Первой степени, Медаль за взятие Кёнигсберга и Медаль за победу над Германией представлены здесь, и эти вещи хранятся у нас в Музее Победы. Кроме всего прочего, здесь вы можете увидеть удостоверение личности Мариса Гидо, фотографии, сделанные на фронте во время боевой службы в Советском Союзе. Кроме всего прочего, здесь представлены часы, которые до сих пор ходят, компас, летные очки. Представлены здесь личные вещи, на самом деле бесценны для нас, как для музейщиков, и они уникальны и не имеют аналогов, скажем так, среди различного рода других наших коллег и музейных объединений Российской Федерации. Эти вещи были переданы дочерью Марисы Гидо, Анн-Марии Гидо, в 2017 году в дар нашему музею. В общем и целом, это было одним из предсмертных желаний самого Мариса Гидо, несмотря на то, что он скончался в начале 80-х годов прошлого столетия, но он завещал, чтобы часть из его личных вещей были отправлены в Россию, сюда, в ту страну, где он воевал, ту страну, которую он защищал, где он вместе бок о бок с советскими солдатами-офицерами, летчиками сражался против общего врага для того, чтобы молодое поколение могло, глядя на эти бесценные артефакты, изучать историю Великой Отечественной войны и изучать историю боевого сотружества между нашими странами. Эти вещи мы бережно храним и только в нашем музее, придя, можно увидеть их у нас в витринах. Безусловно, одним из самых ценнейших экспонатов, которые хранятся в нашем музее и бесценном документе вообще для любого летчика, в принципе, являются летные книжки. В нашем музее их хранится четыре, но я хотел бы вам показать одну из них. Она открыта как раз таки на той странице, когда тогда еще лейтенант Морис Гидо прибыл в Советский Союз 17 октября 1944 года и здесь в летной книжке как раз таки он и записал, что прибыл в полк Нормандия-Неман и уже с 18 числа он начал боевые вылеты. Всего за годы Великой Отечественной войны с осени 1942 года по июнь 1945 года первый краснознаменный истребительный авиационный полк орденов боевого красного знамени Александра Невского Нормандии-Неман совершил более 5000 боевых вылетов, сбыл в воздухе около 300 самолетов противника и в конце июня 1945 года на советских самолетах Як-3, на которых на заключительном этапе Великой Отечественной войны летали летчики Нормандии-Неман, они отправились на родину, во Французскую республику, где на этих же самых самолетах они практически служили до конца 40-х годов, пока не были приняты на вооружение уже новые реактивные истребители.